Здравствуйте, уважаемые зрители! Я хочу сегодня представить вам очень сказочного человека. Если вы обратили внимание, в интернете иногда можно увидеть Георгия, который одет в скоморожьей одежде, рассказывает разные интересные сказки. Вот сегодня по случаю он оказался у нас в гостях, и мы с большим удовольствием и наслаждением будем задавать ему самые разные вопросы. Доброго дня, Георгий! Добрый день, Сергей! Скажи, пожалуйста, как ты дошел до такой жизни, что вот одел на себя скоморожьей одежды и путешествуешь по всем краям? Ну, все очень просто. Однажды прискакал серый волк и сказал, ты не Георгий, ты Иван Царевич, садись на коня, садись на серого волка и скачи. И вот я сел и поскакал. Наступила на земле эпоха волка, эпоха волшебства и эпоха, когда сказка спускается на землю. И в эту эпоху люди откроют свои волшебные способности, умение бегать в сапогах, скороходах, летать на ковре-самолете, пользоваться шапкой-невидимкой. И вот я почувствовал это дыхание волшебства, которое спускается. И начал рассказывать об этом людям. И многим это понравилось, поэтому я и путешествую. Понятно. А ты путешествуешь на ковре-самолете? Ну, я путешествую на всех возможных средствах передвижения. И на сером волке, и на ковре-самолете, и на поезде, и на автомобиле, и на автобусе. Что там в современной ситуации? На ковре-самолете можно поподробнее, что это за путешествие? Путешествие на ковре-самолете – это одна из волшебных способностей человека. Потому что у нас у всех есть семь тел. Семь одежек и все без застежек. Это наша русская матрешка. Вот первое тело явье у человека есть, а второе – жарье тело. Тело энергии. И вот когда человек развивает свое жарье тело, и сделает его сильным, то он может преодолевать силу притяжения земли и бегать в сапогах-скороходах. То есть одна нога здесь, другая там, через 100 метров, через километры. Когда еще больше развивает жарье тело, то он, как жар-птица, летает над землей. То есть может летать. И в 2011 году даже дали за это Нобелевскую премию, за открытие энергии антигравитации. Даже ученые до этого дошли. Ну а сказочные герои, они же вовсю в сказках летают. На коврах самолетов, на летучем корабле. То есть это развитие жарьего тела человека, второго. Сейчас большинство людей еле справляется с первым телом явно. Поэтому для них это кажется чем-то далеким. Но сейчас наступает утро сварога, эпоха волка, эпоха волшебства. И люди научатся пользоваться не только одним телом, а семью телами. И первым явным телом. Второе тело – жарье тело, как жарь птица будем подниматься над землей. Третье тело – навье тело, умение быть здесь и сейчас, бдительным, замечательным человеком, все замечать. Становишься тогда мудрецом. Четвертое тело – клубье тело. Это умение идти за своим путеводным клубочком и выполнять свое предназначение в жизни. Пятое тело – колобье, золотой сияющий шар разума. И с колобками у нас были все святые, и Рама, и Кришна. И вот настало время, что не только святые будут с колобками, а все люди будут дружить с колобком своим. Шестое тело – дивье тело, тело волшебника. С помощью его человек может превращаться в волка, в медведя, как это делали наши казаки в Запорожье, в Косичи, и сказочные герои в сказках. Ну и даже в древнерусском гимне говорится – не угнаться в песне за баяном. Тот баян исполнен дивных сил, наполняясь вещего напева, серым волком по полю кружил, как орел летал над лесом. И вот наш былинный баян, он действительно превращался в волка, был на месте событий, смотрел, видел, что там происходит. Потом снова превращался в человека и пел об этом былине. Баян превращался в орла, летал над местом событий, видел, что там происходит с высоты орлиного полета. Потом снова превращался в человека и пел об этом. И вот это использование нашего дивьего тела, шестого И седьмое тело, это тело святи, тело святости Блаженства, благодарности, благодати И вот настало время, когда люди познают вот эту семеричность нашу Семь одежек и все без застежек Семь верст до небес и все леса Лук от семи не дуг Семь я Наша первая семья, это наших семь тел Вот с этой семьей надо вначале разобраться Собрать ее, а потом ты можешь собрать уже семью С женой дружно жить, с детьми, с родственниками, с народом Вначале надо начинать с нашей главной семьи, с семи тел С этого начинается любое сказочное путешествие Здорово Ты скоморох? Да А что такое скоморох? Скоморох? Это человек, который может с помощью шуток, прибауток, народных игр, народных танцев, народных песен Вдохновлять людей на то, чтобы они собрали свою матрешку Познали, что у них есть семь тел И прикоснулись к разнообразным способностям человеком на семи уровнях И вот Пушкин, он как раз очертил вот этот русский путь развития Тройка, семерка, туз В начале познания троичности мира Яв, неф, прав, тело, душа, дух Медное царство, серебряное, золотое Когда человек познает троичность, он переходит к познанию семеричности мира Которые как раз и вдохновляли скоморохи Познает, что у человека семь одежек и все без застежек Что нужно жить семь раз отмеряй, один раз отрежь И вот когда ты осознаешь семеричность, ты становишься тузом Туз это твердый аз Бог воплощенный на земле И вот задача скоморохов была будоражить людей Что вот она, жизнь, она многомерная Семь уровней сознания И вот в ночь сварога, которая была последние пять тысяч лет Скоморохи вот этим как раз и занимались Ты сказал тройка, семерка, туз Да Речь идет о игральных картах Да, и о игральных картах и о самой жизни Потому что игральные карты это одна из грани отражения жизни У нас были скоморохи четырех направлений То есть пиковые скоморохи, крестовые, бубновые, червовые Которые именно действовали с четырех разных уровней С мира прави, с мира слави, с мира нави и с мира яви То есть явные скоморохи, они как действовали? Подошли человеку, чик-чик, пощекотали, потрогали Ну через явный уровень будоражили людей, пробуждали у них что-то Вот скоморохи мира прави, они пели что-то такое вдохновенное, интересное Такие звуки издавали волшебные Гудели, гудками Много было разных скоморохих инструментов И вот с помощью мира прави пробуждали человека проснуться Ну крестовые скоморохи, они помогали человеку с помощью народных танцев С помощью того, что она была вытянута, вот по кресту Четыре стороны света вытянутся Выстроить свой крест животворящий Вот эти четыре направления И вот все русские народные танцы, они же построены вокруг позвоночника Что надо сохранить позвоночник и крутиться вокруг него А пока опять вытягиваться, вытягиваться туда-сюда Вот это древнерусское выражение сохранилось Оттянуться по полной Это вот именно скоморохи крестовые помогали это сделать Ну и бубовые скоморохи Вот, они воздействовали и через мир слави Это через уровень славления Когда человек что-то славит, славит солнышко, славит землю Славит свой народ, он сливается с этой могучей силой И вот умение взаимодействовать со стихиями природы, как в сказке Пушкина То есть королевич Елисей, когда искал свою царевну, он разговаривал с солнышком Свет наш солнышко, ты ходишь, круглый год по небу сводишь Зиму с теплую весною, всех нас видишь под собой Не видала ли где на свете, ты царевны молодой, я жених ей Свет ты мой, красно солнце отвечало, я царевны не видала То есть солнце нас видит, как светящиеся шары И солнце вот нас оценивает, насколько ярко у нас светится колобье тела И вот я недавно с одной девочкой общался Дети-то они просветленные, у них там вся матрешка в порядке, как правило Вот, она делила людей на колобковый куриц Просто видит у человека, если светится колобье тела, говорит, колобок Ну а если не светится, значит, куриные мозги, курица Ну и как раз комарохи, они учили людей, что самые мудрые люди на земле Это маленькие дети Они только что прилетели из мира прави Поэтому даже седые старцы с такими бородами всегда играли с детьми И учились вот этой чистоте, мудрости, красоте Потому что дети, они всегда в энергии радости, правильно? Смеются, радуются То есть вот это Ра у них много Дети быстро развиваются Опять энергии Ра у них много И дети разумные существа Они как Иван Дурах То есть ума у них может и мало Они еще не такие умные, как взрослые Но разума-то у них много Им жить интересно Не всегда интересным делом занято Вот это вот как раз энергия разумности Когда интересно жить Когда видится мир, как поток приключений Тогда ты разумный человек Здорово А что такое ум и как с ним бороться? Ну ум это наше четвертое тело Это одно из названий клубьего тела Бороться с ним не надо Надо просто зажечь разум Ум, он имеет форму серебряного шара в центре головы человека Разум это золотой шар вокруг головы человека Ум, божество ума это луна И поэтому у ума есть приливы и отливы То есть как фаза луны Большая луна, полнолуние, новолуние И ум постоянно вот так вот Туда-сюда, туда-сюда Прилив ума, отлив ума А разум, он как солнце Он всегда светится И ум, он светит отраженным светом Как луна От солнца И чем ярче ты зажигаешь колобок Чем легче тебе управлять своим умом То есть это самый быстрый путь Это стать разумным человеком Колобок питается солнечным светом То есть колобок сытый, довольный Когда мы часто смотрим на солнце Поэтому у нас всегда была культура Культ ура, изначального света Встреча солнца называется милование И проводы солнца называются любование Утром ты солнышко встречаешь И оно тебе с первыми лучами Через глаза Передает мудрость Как лучше прожить этот день А вечером, когда ты провожаешь солнце Ты солнцу отчитываешься о своих добрых делах Ну вот И так как сейчас у людей ум за разум зашел Ум доминирует Разум маленький Солнце почти не светит То люди молятся вечером Крокодиловому солнцу, компьютеру То есть вот он, компьютер светит И из него идет вот этот змеиный свет Который затягивает Вышел в интернет на 5 минут А завис на 5 часов И так вот кобра Она прежде чем съесть мышку Она ее гипнотизирует Мышка такая А! И пошевелиться не может Потом кобра раз! И съела И так и компьютер он засасывает Вот это вот змеиное солнце крокодиловое Крокодил солнце проглотил Поэтому люди сейчас большие проблемы с умом имеют Потому что солнце погасло А луна светит отраженным светом И она такая еле-еле светится Еле шевелится Ну да, но наверное компьютер здесь ни при чем Ну как ни при чем Просто надо на свет солнца смотреть больше Чем на свет компьютера Тогда энергии разума Будет больше энергии ума И разум сумеет управлять умом Ну понятно, я и говорю Что компьютер ни при чем Ты ведь смотришь и выбираешь куда смотреть Да Но смысл такой, что компьютер Это как раз энергии нашего змеиного мозга У человека есть три части мозга Вот змеиный мозг рептильный Продолговато он соединяет спиной с головным В центре головы лимбическая система Мозг млекопитающего чувства И большая полушария разум Отсюда-то и надувается колобок Колобье тело И это образ Георгия Победоносца на коне То есть Георгия это большие полушария Конь мозга млекопитающего Это лимбическая система Рептильный мозг это дракон Которого попирает Георгий Копье ровный позвоночник Чем ровнее позвоночник Тем легче управлять рептильными своими энергиями Это называется инстинкты у нас Ну вот компьютер это отражение инстинктивной нашей энергии Если у нас дракон под копьем То компьютером пользоваться сейчас очень полезно Это вся технократия Видеокамеры Компьютеры Машины Это вот этот дракон Под копьем Когда у нас мы его контролируем Это хорошо Но сейчас в мире такая ситуация Что змеи Горыныча над головой летают У нас пышут огнем Сжигают нас В алкогольном угаре В сигаретном В институте люди учатся Говорят что ты мозги сушишь Сушат И вот люди зависают в интернете Шоппинг Фастфуд Это все змеиные головы У змеи Горыныча много голов И вот одна голова алкоголь Вторая курение Третья компьютер Ну я имею в виду в неумеренном количестве Пятая шоппинг Шестая фастфуд Ну а у нашего змеи Горыныча Много Есть трехголовые Есть шести Есть девяти А есть двенадцать Это очень страшно Да Ну докажи сейчас такая страшная На самом деле Сейчас ночь сварога закончилась Если посмотреть Змеи Горыныча обложили нас по полной Ну мы же им позволили Да Но это страшная ситуация В мире Когда столько насилия Сейчас убийства Из черных этих компьютерных игр Когда там убивают людей Режут на куски Ну вот эти игрушки Компьютерные Демонические Это такая ситуация Создается Чтобы человек смог стать героем Сходил к Бабе Яге Баба Яге Меч кладенец дала Голову накал Путеводный клубочек Накормила Напоила В баньке попарила Помогла матрешку собрать Семь тел То есть накормила Напоила Баба Яга Явье тело укрепила В баньке попарила Жарье тело Спать уложила Научила осознанному Сновидению Навье тело укрепила Снавье видение Сновидение Потом утром Путеводный клубочек дала Клубье тело Четвертое укрепила Потом говорит Богатырю Встреть солнышко Богатырь солнышко встречает Колобок укрепил Потом дает Волшебного коня Это дивье тело То есть Баба Яга Помогает собрать Семь тел И только Собравший семь тел Богатырь идет И побеждает Змей Горыныча И это происходит Здесь и сейчас Удивительно Образно Да Здесь не надо Некоторые богатыри Они же проигрывают Змею Горынычу И как происходит Одних богатырей Змей Горыныч Сжигает в огне В сказках Вот он Сжигает в огне И вот сжигает Наш народ В алкогольном угаре В сигаретном угаре То что машины Выхлопные газы Сжигаются Пересушенный воздух В комнатах В квартирах По сравнению с улицей Тоже высыхает человек Мало воды То есть Человек слишком мало воды Пьет Опять высыхает Поэтому дети Сочные Старики Высушенные То есть Когда ты с годами Высыхаешь Ты проигрываешь Змею Горынычу Когда ты Остаешься сочным Всю жизнь Ты побеждаешь Удивительное слово Сочный Да Ну вот дети Они же сочные Смотришь Налитый Такой Информация По-другому По-другому Не так Как вот сейчас Принято Ну вообще Игра в карты Развивает ум Ум человека Тоже должен быть Сильным Отточенным То есть Человеку Надо сильный ум Уметь И светлый разум И тогда Это человек Счастлив А когда Просто сильный ум Разум Погас То получается Ума палата И жизнь Она такая Вот Проблематичная Ну смысл В том Что скоморохи Вот этих Четырех мастей Они еще До Великой Отечественной Войны Повсю ходили По России Вот по советской По СССР Пели свои песни Пели про глубинную Книгу За семью Печатями Были Ины Про Илью Муромца И так далее И скоморохи Они принимали Очень активное Участие в войне Великой Отечественной Ну с помощью Конечно Своих волшебных Методов Они никогда С автоматами Не бегали Это не наша тема Волшебный пендель Выдать там Заморосить голову Там немцев Это тема Вот Ну а что-то После войны Такая политика Пошла Что скоморохов Пересажали В лагеря И вот это Они вот эти масти Там и распространили В зоновской терминологии И когда вот Коморохов садились Спрашивали Какой ты масти И вот эта тема Там она развилась Но это же Древнерусская тема Четыре стороны света Поклон на четыре стороны Крест Вот этот Древнерусский В круге Вот И вот она Тема Вот так она Вошла в зону В тюремную Вот эту Терминологию И просочилась И просочилась Там так активно Распространена Ну и скоморохи Конечно Когда на зону Приходили Они там Сразу высшие посты Занимали Потому что Они там Раз Раз Всех обыграли Там Раз И наверху И по скоморохи Страшнее не было За всю историю человечества Чем сейчас Было В девяностых годах Начало двухтысячных Но Наступило Утро сварога В двенадцатом году И ситуация Начала меняться И вот Мы откроем И тайный смысл Кард Все больше Тайный смысл Русских народных сказок И будем Приближаться Все-таки К мирной жизни Хорошо И вот В этом контексте Меня заинтересовал Волшебный пендель Что это такое? Волшебный пендель Это вот Когда живет человек У него Серость будней Засасывает Это болото Это сонное царство Сказка Как вам говорится Что царь ходит Подданные спят И вдруг Появляется Шут Горохова И вот эти Подданные спят А он Раз На голову Холодной воды Раз Такой Поджок Человек Раз Просыпается Что я Где я Будоражит людей И вот Сейчас люди Они же В основном Сидят еще В сонном царстве По самые уши И сделать то Что человека Сбудоражит Силу Будды В нем Пробудет Пробуждение И много Разных приемов Как я говорил С комарохи Четырех мастей Каждый Использует Свои приемы Вот мы Недавно На фестивале Делали древнюю Русскую практику Защекатывание Ложится человек Его держат За руки За ноги И человек Десять Его щекотит По всем местам И он Очень сильно Смеется И он И хочет вырваться А мы его Не выпускаем И мы его щекотим До тех пор Пока он Не обмятный Вот Почему человеку Щекотно Мышцы зажатые Зажатые энергии Зажатые мысли Зажатая жизнь Мы его расщекотали Все Оп Второй раз Если щекотать Ему уже не так щекотно Он уже все Освободился Энергия потекла Мышцы стали Расслабленные Стали на свое место Ну вот Поэтому вот Будоражить можно Разными методами И такое ощущение После вот этой Защекотывания Как будто тебе Два часа массаж делал Профессиональный Такой массажист Такой дорогой Качественный А это все За пять минут Прощекотали То есть По скоморохе Не так По быструхе Волшебный пендель Он именно так Встал Человек Сбудоражился И жизнь изменилась К лучшему Вот это Волшебный пендель Здорово Скажи пожалуйста Ты наверняка Знаешь Громадное количество Всяких поговорок Всевозможных Всевозможных Тридцать тысяч Поговорок Даль Собран Мудрости Народные Да Что ты можешь Нам сейчас Предложить Вот в наше время Когда уже Ночь сварога Закончилась Какие поговорки Нам сейчас Стоит поднять И так сказать Внимательнее На них Посмотреть Ну Все поговорки Которые Собрал Владимир Даль Надо купить Сборник этих Поговорок И внимательно Читать На первое место Выходит Собирание Живой буквицы Вот наша Буквица Аз Бого Веду Глаголю Добро 49 образов Это минимальное Количество Образов Которое Объясняет Целостное Строение Вселенной В которой Мы живем И вот Чтобы собрать Живую буквицу Нужно выучить Минимум 49 русских Народных Поговорок Те которые Тебе нравятся Использовать Свои речи Минимум Надо знать 49 народных Сказок Русских Народных Потому что Если ты не знаешь Тебя трудно Назвать русским Человеком Потому что Любой сейчас Человек С улицы Назовет 49 змеиных Фирм Макдональдс Проктор Энгэмбл Джилет 49 фирм Назовет А вот 49 сказок Завис То есть Это уже Не русский Человек А он уже Отформатированный Змеями Горынычей Надо еще Стать русским Для этого Изучить Русскую Живую буквицу 49 трав Изучить Лекарственных Зверобой Пастушья Сумка Математичка И так далее 49 деревьев Надо изучить 49 народных Игр Минимум Можно больше То есть 49 это Минимальное число Для познания Целостности 49 народных Танцевых Хороводов И так далее Ты имеешь ввиду 49 на каждую позицию Да А не вообще 49 поговорок Нет Просто 49 поговорок Для начала А потом Уже можно больше Там 108 поговорок И пошел Тысячами Это Способствует Активизации Этих тела Которых ты говорил Вначале Ну конечно Сейчас у нас 21 декабря 12 года Было второе Пришествие Колобка То есть Это массовое Усиление Колобьего тела У всех людей И вот Это колобок Он ведь Отвечает За как раз За соображение Воображение И преображение И вот Сказки Поговорки Они как раз Образное мышление Открывает Потому что Семь раз Отмерь Один раз Отрежь Если ты Логически Мыслишь То что Берешь Семь раз Отмеряешь Потом Один раз Отрезаешь Типа Что тупой Совсем Что ли Мало Что ли Один раз Отмерить Или два Хотя бы Ну вот Это Логическое Примитивное Восприятие Жизни Которое Нам предлагает Змей Горыныч Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь А образное Восприятие Тело Отмеряешь Этот Поступок И когда Все тела Согласны Да Один раз Совершаешь Поступок И он Становится Самым правильным В твоей жизни Способствует Твоему развитию И способствует Процветанию Всей матушки Земли И всего человечества Когда ты Так поступаешь Меруясь Ими Тел Меряешь Поэтому Поговорки Вот их надо Образно Раскрывать Глубину Видеть Хлеб Всему Голова Просто На древней Руси Понятие Хлеб Было Совсем Не такое Как сейчас Хлебом В эпоху Расцвета Ведической Культуры Называли Орех С медом Ну и прежде всего Кедровый Орех С медом Из него Там и лепешечки Лепили Там и булочки Пирожки И все что хочешь И до сих пор Есть у нас Староверы В Сибири У которых 10-16 детей Которые в позу Лотоса В 90 лет Садятся Ну и Отменным здоровьем Обладают Они отвечают За свои слова И они До сих пор Называют Хлебом Именно Кедровый Орех С медом И едят Его А хлеб Из пшеницы Ржи И других Злаков Злачные места Зло Все с одной Оперы Они называют Скотским хлебом Потому что Вот этот Пшеничный Ржаной хлеб Он опускает Именно Человека С уровня Разума Больших полушарий До уровня Лимбической Системы То есть Такое Животное Восприятие Жизни И в ночь С ворогом Мы как раз Опустились До уровня Животного Сознания Что нам Главное Чувство Тешить Вкусная Еда Сладкая Жизнь Никакого Тени Закаливания Ничего То есть Опустились До уровня Этих диванчиков Развалиться И сидеть Это же Любимое Занятие Змей Сесть На камешки И сидеть На солнце Греться Ничего Не делая И нас Приучили Лежать На пляже И греться А по-русски Это на пляже Волейбольчик Играть Веселиться Прыгать Бегать Подвижный Образ жизни В народные Игры Постоянно Играть Вот это По-человечески Движение Движение Жизнь Здорово А скажи Пожалуйста Ты вот Вспомнил Даля Да И давеча Ты рассказывал Про Изумруд И Пушкина Расскажи Еще раз Ну да Это очень важная Тема Что Пушкин Он на образах Передал Именно Как и здоровым Человеком Стать Как правильно Развиваться По золотой Спирали Развития Вот И вот Этот путь Тройка Семерка Туз И вот У Пушкина В сказке О царе Салтане Говорится Белка Песенки Поет И орешки Все грызет А орешки Непростые Все Скорлупки Золотые Ядра Чистые Изумруд Вот что Чудом То зовут И вот У каждого Человека В голове Шишковидная Железа Шишечка Которую Должна Белочка Разгрыть То есть Белочка Должна Подняться По позвоночнику По елочке Добраться До шишечки Нашей Шишковидной Железы И разгрыть Ее Чтобы шишковидная Железа Раскрылась И поднялся Изумруд Когда шишковидная Железа Раскрывается Вот здесь Появляется Золотое Сияние Которое Рисует У святых В церквях Православных У Будды У Кришны Вот это Вот Именно Шишечки Надувается Колобье Тела Как Золотой Сияющий Шар Разума Когда он Надувается Белка Песенки Поет Радость Появляется То есть Человек Всегда Радуется Жизни Когда Вот это Разжигается В нем Разумность Появляется И развитие По золотой Спирали Вот И у Пушкина Для того Чтобы Активизировать Своё Шишковидное Тело Ему Волхвы Подарили Семь колец Семь колец Для раскрытия Семеричности Жизни И вот Одно Из колец Было С изумрудом Которое Связано Как раз С нашим Колобьим Телом С пятым И вот Пушкин Благодаря Этому Кольцу Сумел Подключаться Вот Сказочным Образом И настолько Ярко Красиво Описать Образы Русской Культуры Что мы До сих Пор С упоением Его читаем И все Радуются Когда Его читают Чувствуется Дух Сказки Волшебства И вот Когда Пушкин Умирал У его Изголовья Стоял Владимир Даль И вот Он подарил Это кольцо С изумрудом Далью И Даль Говорит Когда Вот Смотрю На кольцо Так Что-то Хорошее Хочется Сделать Так Что-то Хорошее Хочется Сделать Ну Это Колечко Это Непростое Было С изумрудом Волшебное И у Далья Раскрылась Вот Это Тоже Образное Восприятие Жизни Шишковидная Железа И вот Он Только После Этого Написал Словарь Живого Великорусского Языка И собрал Словарь Русских Народных Поговорок И пословиц 30 тысяч У наших Царей У Романовых Был Один из Видов Корон Когда Вот Такая Корона Раскрытие А тут Такой Камешек Подымается Так И вот Это Как раз Образ Что Когда Человек Пробуждается В духе И у Него Колобок Начинает Светиться Раскрывается Большая Полушария Такая Шишечка Подымается Вот Поэтому В статуях Будды Всегда Даже Такую Шишечку Делают И Русское Выражение Ну ты и шишка Вот шишка Когда в тебе Зажигается Ты становишься Самым разумным Человеком Самым развитым И Самым радостным И ты шишка Ты достойно Управлять Другими Ты становишься Царем Тебя люди Выбирают Царем И поэтому Рюриковичи Наших Ророговичи Соколовых Призывали На трон То есть Как раньше На Руси Было Видят Человек У которого Шишковидная Железа Больше всего Развита Раскрылась Человек Самый радостный Разумный Развитый К нему приходили И говорили Стань нашим Царем Управляй Нами Потому что Действительно Когда Человек С колобком Своим Подружился Он больше всего Подключился К миру праве К сиянию Солнца И звезд И он может Управлять Праведно Он становится Праведником Он понимает Что такое Справедливость Что такое Правда Лучше других Людей И этот человек Становит Достоин Стать царем И поэтому Аз пришел Утвердить Сказочное Царское Самодержавие Что надо Чтобы Каждый из нас Начал собирать Свою матрешку И мы Выбрали Среди нас Самого радостного Разумного И развитого Человека И призвали Его на трон Стать царем И этот человек Способен Правду Жизни утвердить Жить так Чтобы всем Было хорошо Справедливое Общество Построить Скорее бы Так Произошло Но это Произойдет В ближайшем Будущем Не сомневаюсь Скажи пожалуйста Ты сказал О Колобке И его Втором Пришествии Да А где первое Первое Ну вообще Предорассветные Сумерки Были 12 тысяч лет Назад Начались Когда колобок Уже начал Гаснуть Самое темное Время 5 тысяч лет Назад Ночь Ну и Самое темное Время Среди темного Это эпоха Лисы Последние 1600 лет 40-40 И в это Время Как раз Лисица Съела Колобка Сказка Наша Про лесу И колобка И вот Как раз В сказке Про лесу Рассказывается Испытание Нашего Колобьего Тела Мы прошли Испытание Зайцем Испытание На трусость Народ Русский Показал Что он Смелый Испытание Волком Испытание На агрессию Вот Положительная черта Воля Вольная Волка Это испытание Мы тоже Прошли Испытание Медведем Это испытание На гордыню Жажду Власти Мы тоже Это испытание Прошли И вот Лисица Съела Колобка Это испытание На умение Отличать Правду И Кривду Здесь Нас Развели Лисы И поэтому Лисица Съела Колобка Колобок Погас Особенно Сильно Это выразилось Последние 1600 лет Вот И поэтому Начался Вот этот мир Насилия Страдания Забвения Что люди Сейчас ходят И говорят Есть душа Нету души А чем душа От духа Отличаются Это наверное Одно И то же Даже люди Не понимают Простых вещей Потому что Мы сейчас В ночь Сварога Самое большое Духовное забытье Это вот Как будто Мы нырнули На дно Водоема И воздуха Не хватает Уже все Закончился Воздух Легкий И мы сейчас Друг друга Пихаем Конкуренция Вот эта Кто тут Самый крутой Самый лучший А воздуху Надо Надо просто Всплыть Всплыл К миру Праве Колобок надулся Воздухом вздохнул И погрузился В мир изобилия Всего Всем хватает И здоровья И любви И богатства И радости То есть Можно сказать Что Единая Россия С ее медведем Да Канет Это наш Сказочный Скомороший намек И не случайно Что медведев Пришел к власти Медведь Просыпается В утром Весну Сейчас весна Духовная на земле И тут раз Медведев Путин Путь истины Наш Такие образы Интересные Янукович Яна Это же Духовный путь Развития Лукашенко У Лукоморья Дуб зеленый Золотая цепь На дуб зетем Реально Дуб Америка Даже боится Про Лукашенко Я соглашусь Что этот образ Соответствует А вот Все остальные Как-то не очень Ну На самом деле Мир Это же Большая игра Большая сказка И в этой сказке Нужны разные актеры Нужен змей Горыныч Указ подписал О том Что когда он Становится президентом Чечня Отдельно Башкирия Отдельно Все А тут Понимаешь Засланный Казачок Раз И Россия Сохранила Целостность То есть Путину На самом деле Больше хорошего Сделал Главное Что Россия Живет В состоянии Мира Ситуация Неоднозначная Ну На то и ночь Сварова Чтобы все Мозги запудрить Но в целом Она есть Она живая Скажи Пожалуйста Как Скомарух Ну Вот как ты Может помочь Нашим президентам Ну Наступила Эпоха Волка Эпоха Воли Вольны Эпоха Общества Оно начнется Не сверху А сниз В эпоху Лисы Была такая Тема Вот Выберем Самого Хорошего Самую Лучшую Лису Будет Хорошо Потому что Все выборы Последних Столетий Они так Происходили Вот вам Такая Лиса Такая Лиса Такая Лиса Выбирайте Вот такие Были Выборы И сейчас Они такие Ситуация Поменяется Снизу Люди Проснутся Люди Захотят Жить По другому Люди Продадут Квартиру Городу Поедут Жить На матушку Природу Чтобы С родом Дружить Это Не обязательно Ведь Сколько Людей В городах И В общем То Ну Я сейчас Хотел Сказать Хорошо Себя Чувствовать Но Тут же Осекся Ну Куда Ждеть Города Ну Города Города Вообще Это Горе Роду В городах Меньше Детей Рождается С каждым Годом Род Слабеет То есть Дети Слабее Чем Род Нагибается То есть Города Они Достигли Свою Пик Развития И Сейчас Вот У меня В Москве Друзья Есть Они Говорят Что Сейчас Тема Такая Пошла Что Очень Сильно Чтобы Квартиры Менять На Коттеджи Коттеджные Поселки То есть Ближе К земле Все Родной Дом И сад Древнерусская Мудрость Что Надо Человеку В жизни Построить Дом Посадить Дерево Родить Сына Ну Это Понятно Я Все Таки Про Президентов Не могу Успокоиться Да Они Тоже Ведь На Землю Переезжают Там Каждый День У них Свои Коттеджи Свои Дворцы Даже На Президентов Идет Огромное Жильяние С разных Сторон Вот Поскоморощи Как Все Таки Что Ты Можешь Сделать Для Державы Как Скоморох Вот У Тебя Одна Камера Вторая Камера Там Вся Ситуация Сейчас На Руси Изменится Только С помощью Людей С помощью Народа В том числе С помощью Скоморохов Гусляров Бардов Фильмов Которые Мы Снимаем От народа Да Ведь Государство Не финансирует Игры богов То есть Это Как Народная Инициатива Идет Снизу Идет И отсюда Произойдет Преображение Что Множество Людей Игры богов Посмотрели Оп Репу Почесали Мировоззрение Начало Меняться После того Как Слушают Сказки Мои Многие Люди Переходят На Правильное Питание Приобщаются К русской Сказочной Культуре То есть Говорят Вот мы Сказки Читали Но Ничего Не Понимали Ну Почему Просто Весело И Все А тут Мы Начинаем Видеть Глубинную Мудрость Сказок Как Сказки Помогают Себе Стать Здоровым И Счастливым И Богатым Понятно Значит В принципе Как бы Помогать Президентам Такая Потребность Отпадает Ну Мы Как Помогаем Изнутри Когда Путин Увидит Что тут Огромное Движение Русское Движение Самосознание Подымается Он не сможет Этому Противостоять Он скажет Да И Это Все Будет Поддержано Сверху То есть Оно Должно Снизу Вырасти А потом Будет Одобрение Сверху Вот Сейчас Я В твоих Скоморожьих И божественных Способностях Что-то Мне не очень Верится Что кто-то Из властителей Сможет Поменять Свою точку Зрения Как это Произойдет Вообще Кто тут Управляет Кто тут Главный Солнце Вот такое Земля Вот такая Путин Вот такой Ротшильды Вот такие Кто тут Управляет Управление Всегда Идет Из мира Прави Просто Человеку Когда он Отключился От мира Прави Кажется Ой Тут Путин Поуправляет Путин Руководит Вообще Он руками Возит Вот Серебряным Царством А есть Золотое Царство Отсюда Идет Управление Это Царство Образности Царство Сказок Царство Скаморошества То есть Мы Скаморохи Барды Гусляры Гораздо Сильнее Влияем На русский Народ Чем И Те Кто Руководит Руками Водит И тем Более Те Кто Манипулирует Это Ротшильдер Рокфеллер Медное Царство Вот И Сейчас На небесах Озоновые Дыры Все Это Знают Больше Солнца Больше Тепла Больше Света Температура Поднялась На Марсе На Венере На Юпитере Это же Не наши Автомобили Надымили То есть Вся Солнечная Система Наши 3-9 Земель Сказочные Переходят В новое Состояние И Этому Невозможно Противостоять И Я говорю Крутись Как хочешь А завтра Просветление Или Ты Станешь Добрым Человеком Радостным Или Ты Убрешь Все Сбои Муной Системы Рак Смерть Поэтому Выгодно Быть Добрым И Нашим Президентам В том числе Тоже Предстоит Такой Выбор Или Стать Добрыми Радостными Или Покинуть Эту Землю Перевоплощение Гуляй Вася До свидания С этой Планетки Вот Собственно Мы Сейчас Прикоснулись К Сказочной Политике И Дай Бог Чтобы Наши Мечты Пожелания И Надежды Воплотились Не сказочно А вполне Явно На нашей Брены На такой Прекрасной Земле Воплощаются Потому что Уже Десятки Сотни Тысяч А может Миллионы Смотрят Фильмы Игры Богов Смотрят Сказочные Фильмы Ивана Царевича И это Активно Все Рассказывают Друзья И будет Как Эффект Сотой Обезьяны Вот Народ Посмотрит Прозреет И все Изменится И это Неизбежно Я благодарю Тебя За Интересный Рассказ Приходи Еще Благодарю За Интересное Общение До Новых Встреч Счастливо Продолжение следует